в двух словах хотя бы начать с того что кто тебя представляет вот сотовая земля как она вообще какая структура это такое там буквально минут на пять отлично так значит ну самое первое что эти знания сотовой структуре были известны как я всегда говорю задолго до меня то есть я всего лишь озвучиваю те древние знания которые по ряду причин были от нас скрыты как минимум на протяжении 200 лет любой человек который изучает органику прекрасно знает что весь мир состоит из сот как и на микро уровне так и на макро уровне куда мы пальцем не кнем все соты естественно наша огромная гигантская планета не является исключением то есть она имеет настолько гигантские размеры что наш человеческий мозг с большим трудом это может представить очень такое упрощенная модель если мы возьмем муравья и поместим на тело кита муравью будет очень трудно определить масштабы этого скажем так огромного существа а вообще пропорция слабый привел кит и муравей это еще слабое соотношение я бы допустим бы чтобы более больше понять и гигант насколько наша планета гигантская я бы все-таки взял бы инфузорию туфельку или им глему зеленую и поселил бы на спину кита и вот тогда уже приблизительно в этом ракурсе мы можем это я в инфузоре туфельку естественно вещаю человека и вот человек инфузория туфелька вот на вот этом огромном животном вот что-то приблизительно это можно еще уменьшать как микроб да ну даже не скажем так пошутим микроб микроба бога вот тогда уже будет вот микроб микроба это самый идеальный вариант значит классика жанра то есть ничего военного мало того что земля миллиарды раз больше так она еще многослойная как пирог наполеона то есть идет слой земли это тесто допустим идет слой крема это океан и таких слоев огромное количество мне часто задают вопрос скажите вячеслава каких же она действительно размеров действительные размеры невозможно привести по той простой причине что планета это живой организм и планета постоянно растет если миллиарды лет она была допустим но я утрирую с горошину это просто фигура речи то сегодня она уже с футбольный мяч а завтра она будет там я не знаю там со слона пример вот поэтому и также растет космос но в космосе наша планета опять же будет являться даже не микробом и даже ночью скажем так вселенная она бесконечна матрешка матрешки ну я все-таки больше для нашего человеческого понимания на определенных уровнях я это называю змея проглатывает свой хвост то есть в некоторых роликах я уже обозначал как происходит жизнь нашем мировом океане на фитопланктоне китах то же самое происходит и во вселенной то есть благодаря там огромным чудовищем нашем океане зарождается фитопланктон благодаря фитопланктону питаются маленькие рыбки этими маленькими еще побольше и так далее еще огромными рыбами питаются косатки и кашалоты которые опять выделяют фитопланктон благодаря которому появляется маленькие рыбки так далее то есть вселенная она зациклена причем она зациклена вот эту знаете пресловутую восьмерку перевернута которая называется знак бесконечности ну или 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 как-то так но в любом случае она это имеет как в одном ролике в ролике предположил это хороший замечательный исследователь сказала может быть наша земля плоская движется до бесконечности нет вселенная не терпит плоскости мы чтобы легче понимать какой летит селены мы можем понимать на нашем уровне то есть мы знаем что в природе не столы и стулья плоскими как говорится не растут то есть ровные формы даже шестигранники те которые я обусловил что они имеют шестигранную форму они безусловно и имеет шестигранную форму сам идеальным вариант как они вот уголки эти не очень острые мы берем любую клетку живого организма смотрим под микроскопом вот приблизительно точно также выглядят шестигранники в этой соты плюс ко всему еще хочу добавить что даже в нашей соте только в одной находится несколько миллионов параллельных реальностей то есть рядом с нами происходит буквально события разного порядка пока все какой еще будет вопрос добавить что размеры земли вот громадные вот это вот как бы тема пересекается с тем что по великой концепции и называют как бы не планеты почему-то планетарной системы на 4 миллиарда миль состоит из девяти островов каждый остров поделена 7 секторов вот получается самый маленький остров он как бы только отдаем маленькая часть это вот то что тот мир который мы живем я даже скажу добавлю важный момент по помощи по поводу этих лет это нам еще я вам скажу чудом повезло и сохранила чудом повезло что сохранились эти рукописи дело в том что индийские виды и славяно-арийские и скандинавские мифы и легенды в которых тоже описывается также тождественная ситуация как и в индийских видов что есть дерево там соты земли мидгард утгард и так далее они дошли до нас выскажу нам уже видит то есть даже читая индийские виды они уже были переписаны то есть мы не читаем оригинал если бы нам бы довелось бы почитать оригинал то уверяю оригинал бы не противоречил то что о чем я постоянно говорю как раз то в оригинале полностью в деталях описывается и дополняется то что я сообщал очень познавательно я забыл как это в индийских видах книга называется есть такой лектор леонид фамилия у меня все время на т.д. леонид обидится если я скажу тугутов вот и он подробно рассказывает про другие соты но так как в книге была допущена важная неточность соты а тугутов да 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 тугутов его фамилия да ну вот он подробно рассказывает как рассказывать то чтобы ему посчастливилось выучить это то естественно не делится соображениями если это сейчас идет запись я всегда подчеркиваю что мои знания не берутся из земных библиотек не берутся из интернета мои знания причем всегда настаиваю пожалуйста проверьте попробуйте какая-то уважаемые слушатели зрители найти то что я озвучиваю в земных библиотеках а самое главное что мне постоянно говорят что я не первый найдите кто был первый невозможно найти я просто знаю что этого человека за последние 200 лет нету который бы это все рассказывал потому что через только мог прошло что но максимально истинное положение вещей конечно полностью строение вселенной нам муравьям не обязательно знать но то что пересеча антарктический круг мы окажемся в абсолютно новых землях это должен знать каждый же как говорится школьник каждый ребенок это истина которая как мне кто-то пошутил понравилось в комментарии что опровергать знания котлярова это равна сильно что опровергать истину ученые только недавно выяснили что есть ветра которые имеют сотовую форму о как и вот эти ветра необычные они прилетают бермудский треугольник и поэтому бермудском треугольнике гибнут корабли и самолеты а те кто не смотрел ролик тайна бермудского треугольника раскрыта посмотрите я там если в двух словах сообщаю что это гибель сам самолетовых кораблей в девяносто восьми процентов случаев это человеческих рук дело собственно как и все землетрясение это человеческих рук дело цунами торнадо тайфуны это тоже в девяносто восьми процентов человеческих рук дело общий при принятые признанные наши стихийные бедствия в девяносто восьми процентов это человеческих рук дело так ну что еще можно вот например земля она получается состоящая из ячеек но на большей степени она состоит из пошел количество воды так значит по умолчанию несколько миллионов лет назад наша сота была полностью земляная поверхность полностью на ней не было ни морей ни океанов на определенном этапе в нашу соту соседних ячеек ради полезных ископаемых прилетела высокоразвитая цивилизация условно даю им название ковачи которая по сей день трудится то что мы видим появились моря и океаны это все и их титанический труд буквально мы переносном смысле это титаны это киборги это терминаторы в своего рода то есть они не знают ни сна ни отдыха они как круглосуточно вырабатывают нашу землю забегая вперед вся поверхность нашей соты если мы не остановим их ковачи но мы основных захватчиков не смог не можем пока остановить а ковачи это будет вообще проблематично останавливать вся наша земля превратится водную гладь и как я всегда подчеркиваю фильм водный мир с кевином кёснером не будет казаться таким фантастическим вся фантастика не фантастика дело в том что есть ячейки где ковачи поставили жирную точку ее выработки и появилась водная поверхность там полностью благодаря тому что они так интенсивно трудились вот представьте полный пласт земли и они естественно начинают на на этой земле один контур обозначили второй третий четвертый после обозначения этих контуром у на перед нашими рядовым взором обозначаются материки таких материков в истории было очень большое количество многие материки дошли до нас это дарья пацифида ударе еще по моему гипервария называют континент мо лемурия легендарная антлантида это не вымысел все эти континенты пошли на дно следующий континент который пойдет на дно в ближайшие годы ну может 200 300 лет а может и раньше это америка на данный момент если мы посмотрим на америку в разрезе то это перевернутая пирамида даже мы людям если долбанем поэтому перед перешейку всем ядерным арсеналом которые у нас есть он переломится и континент пойдет на дно он нам добить долбить не нужно ковачи работает и днем и ночью полезные ископаемые они вывозят соседние соты раньше они немножко поступали по-другому отходы как мы знаем есть сайт asgard и автор этого сайта сообщил нам что вот эти гигантские пеньки это остатки гигантских деревьев но во-первых я высота купола не позволит такому гигантскому дереву расти это раз вот а во-вторых я уже в том ролике сказал своему что тайна кремниевых лесов раскрыта что это из гигантской скажем так условно назовем мясорубки бетонной выливался бетон фарш который заставал в воздухе в виде сот то есть они в начале отходы просто скидывали у нас как кучки это скажем так хлоп 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 сейчас отходы они аккуратно сбрасывают в основном они сбрасывают в пустынях собственно за счет этого и пустыни появились на самом деле то есть нам ученая даже современная наука говорит пустыня сахара каждый год увеличивается там на километр да мы теперь с вами уважаемые слушатели и зрители знаем она увеличивается на километр только потому что из на океана подымать землю и у них технологии настолько уникальность что они эту землю умудряются высушить до состояния песка и высыпать высыпать так сказать в это пустынях вот поэтому все что мы видим это все полностью и материки даже помните как я в самом первом своем ролике пошутил 25 апреля этого года что я не знаю честно кто выкопал черное море не то что его выкопали это однозначно яркий пример аральская моря которая также была выкопана которая погибла вот высохла потому что она была искусственно все искусственно вот я пока все жду вопрос вообще мне всегда казалось например еще искусство географии в детстве что мировые океаны занимают гораздо меньше площадь чем я вот сейчас смотрю ощущение что раза в два как будто на самом деле больше может так быть что за какое-то время суши стало меньше океана больше это можно как-то в короткий промежуток времени увидеть вот эти изменения то есть там за 10 лет за 20 до 30 то есть мнение ландшафта то есть увеличение количество воды на земле и соответственно уменьшение суши да все зависит от тех кто как я говорю день и ночь трудится то есть если им придет подкрепление они будут еще более серьезней трудиться допустим есть же вообще еще другие вещи которые появился ни с того ни сего там в районе черного моря это огромный кусок земли за ночь и вода отошла на несколько километров это где-то пять лет назад по моему это сообщение появилось показали видеосъемку вот смотрите как было здесь еще вчера был берег а теперь берег отошел причем он отошел нет не потому что море опустилась а потому что огромный пласт земли появился ниоткуда за ночь ну я детально не копал происхождение этого пласта но главное что это имеет место поэтому естественно можно увидеть это теории но на практике маловероятно что скажем так в течение века человек может зафиксировать это изменение не в течение века возможно вот нашим потомкам конечно будет очередной потоп когда очередной континент данном случае америка пойдет на дно естественно вода подымется и пойдет по всей африке по всей азии правильно говорить асия вот на по моему на англоязычных картах до сих пор на некоторых сохранено истинное название не азия а асия вот так же вся австралия может от оказаться под водой выше все уважаемые слушатели и зрители обратите внимание что австралия идеальная поверхность как лист бумаги то есть такое ощущение что гигантский ковш просто прошел по всему материку и идеально снял поверхность а если австралию изучать то там можно найти уникальные дороги которые длятся на многие сотни тысяч километров и в ширину они не маленькие собственно эти дороги можно находить не только в австралии но и в сибири по всему миру происхождение этих дорог старайтесь скрывать в видении происхождения вообще существования этих дорог и надо стараться скрывать частности в сибири но есть замечательные ролики если не ошибаюсь на канале валерия иванова там есть два ролика где он подробно показывает рассказывать эти гигантские дороги которую ширина дороги допустим 100 метров вот какая техника ездила еще сравнительно недавно сегодня допустим я построил ролик уважаемый юрий тимовский тем студии снял разоблачительный момент про одного исследователя но я сейчас как бы не будем все все поняли про кого он сказал но он не озвучил значит юрий принципе во многом прав то что он показал в ролике так и есть единственное что юра заблуждается в том что на самом деле было 200 лет назад ужасно это катастрофа о которой скажем так осталось немало артефактов а я помню вот но сегодня посмотрел то есть он выложил очень много хорошего инфа информации если он самостоятельно ее накопал это очень хорошо если многие блогеры пользуются помощью своих подписчиков то есть подписчики многим блогерам присылает информацию и блогеры просто ее зачитают ну ничего страшного в том и в том случае не важно юрий сам накопал эти ответы насчет трамваев и насчет освещение тех лет или ему подкинули эту информацию до очень очень все близко к правде за исключением того что юрий все-таки настаивает что ход цивилизации у нас был так как вы вы сто в учебниках истории нам рассказали то есть начале каменный век потом железный век там копья стрелы там алебарды и потом какие-то мушкеты и так далее нет на самом деле 200 лет назад а точнее с 1780 года после серьезной катастрофы неважно как она была была мы были откинуты и вот сейчас до феодального строя то есть еще 230 лет назад или сколько там 250 технологии были в десятки раз превышали тех в которых мы сейчас живем то есть сейчас мы сравнили с ними в каменном веке забыла техника которая не не использовала ни бензин ни керосин не солярку там ничего не ток не газ вот пока все к слову есть вспоминать курс географии я помню что например если взять австралия например она есть ее по глобусу приподнять она идеально входит то место где и по-моему индийский океан то место а северная южная америка если ее подвинуть к евразии то получится как бы такой единый континент который был раньше считается что раньше будет континент ну да но это вот эти контуры они появились учить на благодаря технике который обозначил 20 минут мира ранее то есть это все таки техника вырабатывала вот эти контуры значит она была очень гигантская что смогла скажем так за один подход обозначить и контуры которые на двух континентах между собой совпадается ведь ученые нам как навязали термины значит континент по современной науке это есть континент америка есть до континента допустим азия да а есть материки то есть материки это уже материки африка азия материки то есть есть америка континент но америка континент насколько я помню современной науки делится на два материка то есть северная америка южная америка это два материка насколько понимаю ну и австралия тоже считается материком но если я вдруг современную науку забыл немножко терминологию я думаю меня поправит и я вот в своих роликах хотел разобрать один момент наверно он пойдет в эту запись интересный факт про динозавров которые хотел озвучить я там что сравнительно недавно 200-300 лет назад большая популяция динозавров разных разных видов еще спокойно бродила у нас по планете но цивилизация которая захватила нашу ячейку она сделала все чтобы ликвидировать этих животных гигантских то есть огромные гигантские машины подлетали к динозаврам вот идет допустим стадо динозавров огромный такой представьте пресс металлический куб справа надвигается слева надвигается они брали это стадо трамбовали их квадраты и отвозили захоранивали чтобы проверить достоверность что я не это не является моей моим воображением плодом фантазии берем детально самостоятельно изучаем пустыню если не ошибаюсь гобби там самое большое кладбище динозавров для ученых до сих пор остается загадкой каким образом у всех животных поломаны кости вот я вячеслав котляров с полной ответственностью сообщаю кости гигантских животных были поломаны вот этими гигантскими прессами то есть любой исследователь может самостоятельно проверить что существует информация что животные буквально были в кубике прессованы и захоронены вот такой примечательный факт хотя по динозаврам можно еще больше больше говорить я бы сказал бы больше лед наверное ну пускай ну вода лед да да вот эти как раз то барьеры и служат то есть они могут заполнять вот эти пустоты вот эти ледяные барьеры то есть для них как раз то идеально знаете какую-то форму залить допустим вот как раз они за запуск этот лед заполняет пустоты но я вам скажу не везде присутствует лед это просто наша модель сот позволяет допустим подход ледяных преград где-то в отдаленных местах нашей планеты отсутствует лед то то есть там могут быть вернее не могут они есть там есть огромные горы допустим которые выступают если у нас ледяной барьер то там камень ну да каменный горный барьер из камня в других местах может быть другой материал то есть это как бы в нашей соте лед а там все пустота ну и сам идеально посмотреть я же говорю как выглядит наша земля со стороны это взять улей дикий пчел а идеальный взять если взять улей шершней то уль именно улей шершней максимально приближен к модели и посмотреть как у пчел обстоит дело с пустотами и то что по умолчанию наша ячейка законсервирована до того как она стала вся выглядеть и земли здесь она была полностью вся изо льда и те кто пасечники занимаются своим делом но пасечники тут точно так же как и пчеловоды возятся со своим пчелиным улем то есть есть очень ну у нас принято их богами называть но я бы все так ну да можно их называть богами но я предпочитает термин иерархии то есть это более правильный термин к ним вот и вот эти иерархии они следят за нашим неважно это аквариум как улей вот они подгоняют от этих гигантских назовем их условно китов в разных мифологиях по-разному в других слоны ну кому ухо режет дело том что я скажу что совсем недавно была и морская корова и сейчас даже сохранен морской слон животное даже наше время и животное которое называется морской слон просто скептики который меня подкалывают так все-таки слоны и слова или киты игры то и то потому что и сейчас есть морской слон вот и черепаха она служит обязательным реквизитом в древней скандинавской мифологии черепаха заменена огромной гигантской и змеей которая полностью опоясают нашу соту но опять же шнур грубо говоря что черепаха рептилия что змея и рептилия и а то что это для нашего мозга чтобы было понятно понятно что то гигантское существо но выглядит совсем иначе визуально но функцию выполняет что черепаха что змея если это одно и то же животное только в разных мифологиях по разному названо если мы обратимся к англоязычному человеку то он не скажет черепаха если я английский плохо знаю он скажет не черепаха а он скажет тортила для него это уже другое как бы слово ну животное то же самое визуально но слово то другое вот поэтому конечно эти существа существуют вселенная настолько огромна да например черепаха что мне напоминает черепаха вот был кстати сейчас вторая часть вышла недавно где независимость смотрел такую мнение сейчас за 1 смотрел с удовольствием на там был такой корабль большой как как бы называть материнская как база что ли пришельцы и вот она напоминает чем-то условно говоря форму черепахи то есть можно подправить что это не живые существа а просто форма каких-то больших кораблей не они они не в данном случае это нет это не корабли есть четко корабли однозначно которые естественно созданы по образу и подобию вот этих живых существ эти живые существа они не имеют ни рта не всего остального для поглощения пищи так как они очень огромные находятся в таком назовем условно анабиозном сне они питаются за счет того они как он возьмем к примеру губка впитают воду вот они эти животные они точно так же как губка впитают пищу которая находится в нижнем мировом океане настоящем и потом же из этих же шпор эту пищу скажем так выбрасываем естественно под этим мировым океаном еще находится земли и там идут купола и ячейки и вниз еще опять земли и то же самое вверх ну а планеты на самом деле такие как марс юпитер венера это космические корабли высокоразвитых цивилизаций но так как мы живем слишком мало они у нас в верхнем океане висят слишком долго они могут и миллион там лет висеть поэтому и у них там свои естественно борту города страны так далее я всегда предлагаю почитать людям книгу космонавты в лохмотьях или астронавты в лохмотьях вот там хорошо описывает автора как его считает писатель фантаст как они путешествовали между двумя мирами там стилизация конечно понятно что он не не говорит то что я говорю но я перевожу некоторые рукописи писатели фантастов на наш так сказать современный язык значит детально этот вопрос не изучал фантазировать предпочитая не фантазировать то есть когда на этот вопрос появится если появится информация я озвучу с точки зрения логики прочее обратиться к любому современному те люди которые детально знают как пчелины улей создается вот приблизительно то же самое что у них внутри то же самое у нас внутри то есть принцип создания нашей земли практически один к одному точно так же как создают пчелы в природе шершни там и так далее ну опять же большое мало мало большом даже на нашем опыте мы можем есть немало роликов где показано что вся наша атмосфера она состоит из решетки эфира который виде сот поэтому пчелы они просто обволакают воском уже готовую решетку структуру режиме это до наносят налеплю поэтому это до бесконечности можно вверх и вниз то есть и те кого мы приняли у нас принято называть богами это назовем переведем на наш современный язык это пчелы а мы являемся продукт этим этих пчел мед или пыльца то есть для нас эти пчелы это боги а надо над этим пчелами богами еще более светлые иерархи стоят пасечники которые как говорится могут пользу этим пчелам приносить и и вред и вот нашу соту где были мы потомки великой расы мы по умолчанию рабочая пчела мы все время созидатели но нашу соту проникли шершни там трудни которые не привыкли трудом добывать скажем так себе пропитание да вот и они им легче у нас это отнять и более того они еще нас начали использовать как пищу много групп захватчиков и сейчас бы не хотел бы наверно углубляться там четыре вида присутствует и на ячеечных враждебных цивилизаций на чтобы успокоить есть две светлые то есть одна курирую не курирует а располагается на луне это космический корабль закамуфированы под планету а другая находится у нас на земле очень много баз по всей земной нашей поверхности не под землей а я подчеркиваю как бы в недрах земли ну и в том же скади возле черного моря там же специально не произнес этот полуостров чтобы не вызывать это насчет кодом компаса для меня еще четкого ответа нету и он не принципиально это я всегда вот говорил так технологом я думаю может нашлись люди которые приняли и поняли что сотовая модель существует и согласно и своего технического образования возможно они дадут точное так сказать объяснение за счет чего движется стрелка компаса третий рейх направил подводные лодки в соседнюю соту и проплыл по фарватеру в соседнюю ячейку и точно также на самом краю ячейки организовал колонию кстати в свое время приблизительно лет двести назад и соседние ячейки точно также к нам прибыли на остров шри-ланка тоже захватчики то есть они начали на нем высадится если мы посмотрим на карту мира если смотреть на плоском плоском варианте то для них ну скажем так относительно идеально как раз вот только пересекли они ледяной барьер и мы идеально конечно было на островной части поселиться эти существа назывались если не ошибаюсь андоргены вот я неправильно произношу вот это люди которые в одном лице и мужчина и женщина не прибыли соседней ячейки и начали активно размножаться их труды их него размножения мы можем обратить внимание по людям которые у нас современной науке принято называть гемафродиты так вот как раз эти гемафродиты это является продуктом вот этих скажем этой расы да все до свидания всего доброго а а а а